Быстрый и очень вкусный рецепт торта, который вы реально можете приготовить буквально за полчаса. А начнем с приготовления крема. Выливаем в емкость 2 желтка, добавляем соль, сахар, стакан молока и немного крахмала. И хорошо все перемешиваем. Должна получиться жидкая однородная смесь. В отдельную кастрюлю выливаем 2 стакана молока и отправляем на огонь. Доводим до кипения и постепенно взбиваем смесь. Сейчас очень важно получить полностью однородную массу без единого комочка. Поэтому целесообразно воспользоваться ручным венчиком или миксером. На небольшом огне варим крем, постоянно мешая его. Как только крем готов, выключаем огонь и добавляем сливочное масло. Хорошо венчиком перемешиваем, пока масса не станет однородной. В результате получился очень вкусный, нежный, ароматный, гладкий и густой заварной крем. Для этого торта как основу мы будем использовать уже готовое слоеное бездрожжевое тесто. Используем тарелку, чтобы вырезать нужный диаметр. При желании можно испечь коржи и прямоугольной формы. Тут как кому больше нравится. Но я хочу сегодня сделать более традиционный вариант. И чтоб тортик у меня был круглой формы. Вырезанный корж смазываем водой. Удобнее всего это делать при помощи кисточки. Теперь с помощью вилки немного протыкаем корж в нескольких местах. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. А пока подготовим верхний корж. Он тоже будет из готового теста. Вырезаем окружность точно такого же диаметра. И теперь разрезаем круг на порционные части. У меня получилось ровно 8 штучек. Смазываем коржи водой. И еще присыпаю их немного сахаром. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов. Тоже 20 минут. При выпекании такого теста всегда ориентируйтесь на рекомендации производителя на упаковке. Коржи готовы. Остается собрать наш тортик. Выкладываем первый корж. Затем выкладываем весь заварной крем. Кстати, если вы не хотите использовать готовое тесто, и у вас есть время и желание испечь коржи самостоятельно, то очень рекомендую вам рецепт коржей из заварного теста, который я готовила в рецепте торта Карпатка. Ссылочку на этот рецепт обязательно оставлю внизу под видео. Теперь накрываем крем верхними коржами. Посмотрите, как просто и нарядно получается. Сверху тортик можно посыпать сахарной пудрой, как будто притрусить снежком. У нас получился нежный десерт с красивым внешним видом, который готовится очень просто. Я уверена, он обязательно порадует вас и ваших близких. Такой десерт получается достаточно большим, и такого тортика вполне хватит, чтобы угостить 8-10 человек. Он очень сытный, красивый и в то же время легко готовится. Нежный, умеренно сладкий и очень праздничный торт. Такой тортик идеально подойдет как для семейного чаепития в выходной день, так и для новогоднего стола. Готовится все как всегда, просто и быстро. Так что, приготовив один раз, вы обязательно захотите готовить его еще и еще.